Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Иисус Христос перед судом народа. Мраморная скульптатуя Антокольского. Может показаться странным, что в наш практический и промышленный век, век безверия и скептицизма, религиозная скульптура имеет широкое распространение и среди современных скульпторов находят в себе весьма талантливых выразителей. Таким выразителям принадлежит, между прочим, и наш высокодоровитый Антокольский, у которого статуя Иисус Христос перед судом народа хранится в Петербургской Эрмитаре. Статуя эта была создана им в Париже в 1878 году и тогда же обратила на себя всеобщее внимание на Всемирной Парижской выставке. Все, видевшие ее еще до открытия выставки, знатоки и ценители были поражены величественным характером фигуры спасителей. И имя Антокольского, до того времени почти совершенно неизвестное в Париже, быстро сделалось популярным. Тогда же говорили, что Эрнест Ринаан предлагал художнику за эту статую 50 тысяч франков. Иисус Христос перед судом народа с выражением спокойного страдания на лице, в котором однако же так много доброты и мягкости составляет капитальное произведение современной скульптуры. Если голова Христа представляет идеальный божественный тон, то в целом статуя по строгости стиля напоминает величайшие произведения скульптуры учеников Фидия. В этой статуе Антокольский разрешил, как это было единственно признано, сеяв европейской критикой трудный вопрос слияния греческого искусства с искусством христианским. Ну вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания.